Так, чат, перебив очка... Даня Милохин на PMF2021, видео жесть, ребята. Ну, кто не понимает, это Даня Милохин, это тиктокер, один из самых топовых тиктокеров у нас в СНГ, России и СНГ. И он был на Петербургском международном экономическом форуме, видимо, он был приглашен как финансово успешное лицо. Давайте посмотрим. У всех есть шанс оставить этот след. Даня, можно... У всех есть шанс оставить этот след. Даня, можно... Понял вопрос, но я сейчас отвечу, как я понял. Я думаю, что люди, которые как-то оставили какой-то творческий след в истории, они не целились именно в то, чтобы оставить след какой-то. Они делали, считали это интересным, считали это веселым, считали это каким-то, не знаю, может, красивым. Ебать! Он обдолбан наркотой. Пиздец. Блять, а по поведению он как будто под мефедроном, нахуй. Он просто тупой? Чувак, ты не понимаешь, в чём прикол? Ты думаешь, что мы говорим про его ответ? Ты видишь его поведение? Плюс речь. Я не шучу, он обдолбан, это не прикол. Я гарантирую, он обдолбан. Либо находится, блять, на начале отходника. Он обдолбан. Бля, вы знаете, самое поразительное, что вот организаторам форума похуй кого они зовут, но вот то же самое творится примерно вот с рекламным бизнесом на самом деле. Просто пиздец. В некоторой рекламной кампании инвайт это такой трэш, потому что к клиентам приходят агентства или менеджеры и, блять, просто продают таких долбоёбов, блять. И их покупают, потому что компаниям охуенно ссут в уши. Это просто пиздец, блять. И, блять, и там, когда заходишь, там и интеграции, блять, хуй вообще пойми какие. То есть просто надъебись. Во время интеграции мат перемат, прям во время интеграции самой. Хуёво всё, ничего не связать, надъеб... Блять, просто полный трэш творится. Или какого-нибудь чувака, который вообще не разговаривает на стреме там, а просто сидит вот так вот большую часть времени. Продают там, как хуй знает кого, блять, просто бога спикера. Это просто постоянно. Шанс оставить этот след. Сейчас, давайте. Люди, которые как-то оставили какой-то творческий след в истории, они не целились именно в то, чтобы оставить след какой-то. Они делали, считали это интересным, считали это весёлым, считали это каким-то, не знаю, может, красивым. Делали, и как-то у них получилось оставить след. То есть, я думаю, у всех есть шанс оставить этот след. Даня, можно вопрос от меня, уточняющий. Правильно я понимаю, что клип «Золотая чаша» с твоей точки зрения останется в истории. Я не знаю, я не думаю. В смысле, вообще не думаю. Это заметно. Блядь, это... Даня Милохин на Pmef221, видео жесть. Тиктокер Даня Милохин выступал на Петербургском экономическом форуме. Он заявил, что выступает за мир во всём мире. Во время сессии Даня Милохин баловался с микрофоном, отключая собеседников. А в конце мероприятия уложил предпринимателей на пол и записал видео. Бля, вот честно, я искренне надеюсь, что после такого всех организаторов этого форума, а точнее людей, ответственных за инвайт на этот форум и отбор участников, выбыли, блядь, и уволили. Уволили, блядь, беспремиальных, нахуй, отпускных просто в бомжи, блядь, перевели. Я считаю, что люди, которые допускают такие ошибки и так халатно относятся к работе, должны быть уволены. Уволены, блядь, ещё и с волчьим билетом, чтобы их, блядь, взяли только на помойку работать. И ни в коем случае в этот бизнес, блядь, и в эту сферу они больше никак не могли пройти. Потому что они не умеют работать. Они не понимают, кто и что. Знаете, это напоминает мне, опять же, долбоебизм, блядь. Вот прям один в один, как в рекламном бизнесе, или вот здесь. Мы берём не тех, кто действительно интересен, кто действительно хорош и так далее. Мы берём тех, кого мы знаем, блядь, кого мы смотрим сами, блядь, или с кого кекаем. И похуй, насколько этот человек подходит под формат, который мы приглашаем его. Насколько он подходит... Вопрос времени. Да иди нахуй, урха, блядь. Насколько он подходит по экономическому форуму, блядь. Ну, вы понимаете. Похуй, блядь. Зато я, типа, с него кекаю, поэтому я его позову. И если случайно то, с кого кекали, внезапно совмещается одновременно с... Как его? С результатом? Это просто случайность. Просто случайность, блядь. И не более того.